Город Брест богат и интересные, красивые и исторически ценные места. Поэтому неудивительно, что ежегодно его посещают тысячи туристов. Поэтому по инициативе Управления спорта и туризма Брестского горысполкома начата реализация проекта по установке в самых известных местах города над Бугом навигационных стендов. Первый такой уже установили в районе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Первый стенд установили у Брестской крепости, потому что всем известно, что Брестская крепость – это основное место притяжения туристов. И многие туристы, приезжающие сюда, могут на нашем стенде увидеть основную информацию, минимальную, но основную информацию, которую они могут увидеть в крепости, а также увидеть карту города Бреста, основной исторического центра города. Дальнейшая установка стендов пойдет именно по основному туристическому маршруту. У нас их существует в городе несколько, но мы рассмотрели именно основные точки притяжения туристов, где им бы была интересна наша навигация, где им интересно было бы посмотреть, ознакомиться с нашими туристическими достопримечательствами города. Сам стенд выполнен в простом и удобном стиле. Ничего лишнего. Исключительно нужная информация для туриста. В будущем планируется городской навигацией провести подсветку, а также установить точки доступа Wi-Fi. Это сделано для удобства тех туристов, которые, приезжая в город на пару дней, не хотят делать белорусскую сим-карту. На протяжении целого года разрабатывалась именно сама информация, которую необходимо было разместить, согласовывалась с культурой и с другими службами. Сам дизайн выбирался также, скажем так, коллегиально. Все-таки туристический стенд должен быть не просто информационным, он должен быть еще и иметь современный вид. И быть местом, рядом с которым интересно сфотографироваться любому туристу, который приезжает в город. Всего таких навигационных стендов в городе над Бугом появится 9. Основные места – улицы Советская, Мецкевича, Гоголя, вход в парк Тысячелетия, а также набережная Франциска-Скарины. Что касается области, то удобные пункты ориентирования для туристов появятся во всех крупных городах в общей сложности в количестве 80 штук. В 2022 году планируется завершение обустройства туристического маршрута для сплава на Байдарках «Буг объединяет нас», протяженность которого составляет 100 километров. И начинается он непосредственно с Драгичинского района. В этом году планируется установка туристической навигации знаков, ориентирующих информацию по данному маршруту порядка 80.